Здравствуйте! Помните, мы говорили раньше об этом, что перестройка на три этапа делится. Перестройка, перестрелка, перепличка. Перестройка уже заканчивается. Вы знаете, по нашему календарю, значит, закончилась эпоха Лесы, и уже 22 сентября наступает эпоха Волка. Волк, вы знаете, что это санитар леса. Значит, что вам будет происходить в космическом плане? Знаете, что ученые официально заявили, что наша Солнечная система не принадлежит к спиралевидной галактике, которая у Млечного Пути, что мы видим. В курсе? Нет еще. Но это официально все информация, выложенная в интернете. Но вы все знаете, что экриптика, то есть плоскость вращения наших планет, не совпадает с плоскостью вращения этой галактики. Вот я даже в детстве его отца интересовался, а я говорю, бать, а почему вот так? Значит, Млечный Путь вот так вращается, а мы вот так. Ну, я читал в какой-то там книге, что якобы какой-то космический объект с большой гравитацией, типа черной дыры, пролетел мимо нашей Солнечной системы и сдернулся нашей планеты. Ну, я здесь вот так и считал. А сейчас ученые, значит, вывели в космос уже телескопы мощные, и они обнаружили множество звездных систем, где планеты вращаются в той же плоскости, что и наша. Они составили на компьютере модель, сложили все это, и оказалось, что существует так называемая микрогалактика созвездия Стрельца. То есть, если в масштабе взять Млечный Путь размером с ладошку, то наша галактика размером всего с ноготок. И они вот под такой углом, они сейчас столкнулись, и наша галактика эту галактику Млечного Пути пронизывает потихонечку. Но так как наша галактика, как Юла, быстро крутится, то мы много раз пересекаем галактический меридиан. То вверх, то вниз, то вверх. День Сварога, ночь Сварога именно с этими ритмами связана. То есть, мы когда пересекем вот этот, то будет 10 тысяч лет, как бы День Сварога. Это маленькая сатя-юга в Калиюге. А там будет еще хуже. И ученые сейчас все это обнаружили, официально все заявили. То есть, то, что пишут в советах, ученые сейчас все это подтверждают. Но вот этот переход, он связан с переохраждением вот этого галактического меридиана. Это очень мощный, колоссальный выброс энергии по этой плоскости идет. Ну, представляете, все звездные системы держатся в этой плоскости. Представляете, какая мощь энергии выбрасывается. Она же как чечевица, плоская. Значит, энергия вот по этой плоскости и движется. И мы вот будем как раз ее пересекать. То есть, она начало, как бы в этом году идет. А пересекать будем довольно долго. Это все же такие космические расстояния. Но для нас это очень великое благо. То есть, редко пишется, что сейчас многие боги нам завидуют. То есть, почему завидуют? А потому что вот у нас есть шанс очень быстрой эволюционной продвигаться. Именно благодаря тому, что мы получим колоссальный заряд энергии. Это можно сравнить с чем? Вот если вы утром восход солнца встречали, наверняка вы видели, что солнечный ветер, даже физический ветер перед собой уронит. Вот перед восходом солнца ветерок проходит. Замечали? Да. Солнечный ветер. И птицы замолкают. Все замолкают. И птицы замолкают. Все живое. То есть, на нашей широте, плюс-минус, где-то 3 минуты длится вот этот выплеск энергии. Пока солнце восходит из-за горизонта, вот все живое замолкает. Вот кто был на природе, все это замечали. Даже если там хищник кого-то там догоняет, он клюнет на свою жертву, он встанет и будет вот это улавлять. То есть, вот этот солнечный ветер, все живое, понимает, это заряд на все сутки. То есть, вот можно хапнуть вот этой энергией. И вот животные, они не грешат, они понимают, что это очень важно для их жизни. И поэтому все живое замирает. Все насыщается вот этой энергией солнечной. Солнышко взошло, уже другое совершенно пошло. Так вот, сейчас вот такой солнечный ветер будет 50 лет. Но только не солнечный, а лактический. То есть, мы будем проходить вот эту эклиптику в течение 50 лет. То есть, энергия все будет увеличиваться, увеличивается, увеличивается. В результате что получится? Какой вектор движения человек избирает, туда он и поплывет. Куда парус направил, в ту сторону этот ветер его и погонит. Если человек хочет деградировать, он будет быстро-быстро в обезьянки превращаться. Но вы же знаете, обезьян это он без яны, лишенный янской энергии. То есть, вы слышали о том, что ученые официально заявили, что как минимум гориллы и орангутанки произошли от человека. Это официально было заявлено. Ветер же пишется, что все обезьяны произошли от людей. Поэтому даже у обезьян разный цвет кожи. Знаете, что если поприт, то они тоже разноцветные. То есть, много раз уже так было, что было разделение. Кто хочет деградировать, деградировать, превращается в обезьян. Кто хочет эволюционно развиваться, превращается в богов. Вот у нас 50 лет есть выплеска вот этой драгоценной энергии. Представляете, насколько нам повезло, что мы живем здесь, сейчас, в человеческих телах. То есть, боги хотели бы воплотиться, только очередь занята. Никто их не воплощает, для них это проблема. Потому что эволюционно развиться можно только физических телах. Вот они это прекрасно понимают. Но возможности нет, а нам повезло. Так что вот это вот будет основной переход. Начинается вот как раз с 22 сентября. Все это. Да, до перестрелки. А почему перестрелка? Что? А почему перестрелка дальше идет? Ну, представьте, если все будут эволюционировать в обезьян, превращаться, что в политическом отношении будет? Как вы считаете? Перестрелки много. Значит, на физическом плане, значит, какие процессы будут? Конечно, мы еще древко по параллельным мирам не закончились, только в декабре заканчивается древко. Но уже примерно можно сказать, что плохие уже действительности мы проскочили, уже более мягкие. То есть, может быть, не будет таких галактических потрясений больших. Но общественное, социальное мы никак не можем видовать. Потому что вы понимаете, что в планы как богов, так и демонов входит уничтожение этой декнократической цивилизации. Нужно вам это доказывать? Сейчас планы богов и демонов совпадают. То есть это так или иначе должно быть уничтожено все. Каким образом это будет происходить? Скорее всего, по такому сценарию, что будет разделение на сверхбогатых и сверхнищих. То есть средний класс будет уничтожаться. Сейчас делешь, ресурс обойдет. То есть всем нужна нефть. Там нефть заканчивается, там вода заканчивается на планете. Вы знаете, что 40% населения на планете не имеют доступа к питьевой воде. В курсе? Да. Потому что не только драка за нефтом и другие ресурсы. Вода тоже очень важна. И поэтому, естественно, Россию разделим на части. То есть будет восстанавливаться такой феодально-крепостной строй. И как вы думаете, будет перестреливаться? Если в Сибири, если там 10 миллионов коренного населения, а уже официально отдали китайцам в Сибири, знаете, что добыча всех природных ресурсов, кроме алмазов, отдана Китаю. То есть они 20 миллионов будут туда переселять, строить свои города, заводы и добывать там. В курсе? Что уже сейчас сотнями тысяч гектаров продается и пахотная земля, и леса, и реки, и озера, иностранным поданным частную собственность. В курсе о том, что сейчас, ну, вернее, еще там, по-моему, год даже больше назад разрешили, открыли воздушный коридор для американцев. Перевод военной силы, там, техники, якобы в Афганистан. Потом разрешили делать аэродромы, то есть для посадки там. Они стали там базы организовать. Потом разрешили перевозить американцам военную силу и технику по железной дороге. В курсе? Потом разрешили им делать там остановки. И сейчас создаются прям базы американцев. Все это, ну, как бы полуофициально. Более того, в современном законодательстве можно в российскую армию нанимать иностранных подданных. В курсе? Есть. Об этом. Уже есть и ученики. Сейчас мне говорят, вот в Сибири там стоит воинская часть. Все в русской форме ходят, но все на английском разговаривают. То есть сейчас пинтосы просто одевают форму нашу российскую и просто идет оккупация. Вы в курсе о том, что Путин, когда был президентом еще в предыдущий раз, подписал договор с НАТО, что в случае народных восстаний, техногенных катастроф, разрешается войскам НАТО войти на территорию России и наводить тут порядок? Ну да. Когда здесь у нас в Краснодарском крае тут людей смыли там специально, злонамеренно сделали. Вы знаете, что 2000 чеченских боевиков, то есть гвардию кадыровскую, привезли сюда в Краснодарский крае на случай народного восстания. То есть что было в гражданскую войну, что во время, все повторяется. И что, вы думаете, что это без перестрелки может закончиться? Сценарий тот же самый, нашего уничтожения. Вы в курсе о том, что 100 лет назад Россия была на первом месте порождаемости? Сейчас первое место мы по смертности занимаем. Если 100 лет назад у нас было больше 20% белых людей, как вы думаете, сколько сейчас на планете белого населения? Для 2,7%. 2,7% осталось. То есть, это, с Азулой говорят, если это уничтожение белого населения, то есть расовая дискриминация будет продолжаться, то через 25 лет нас вообще не будет. Потому что вот сейчас население других народов, вот даже России, оно превышает смертность. А у нас на одного рождающихся в среднем 2 человека умирающих. А в центральных частях России, это потому что еще не русские там, а в центральных частях России до 5, то есть один рождается, 5 умирает. То есть, явно видно, что идет геноцид белого населения здесь в стране. И вот поэтому мы должны сейчас воспользоваться вот этой силой, которая сейчас попрет. То есть, если мы не восстановим родоплеменной строй, как нам предки заповедовали, мы просто вымрем, как мамонты, просто исчезли. Именно родоплеменной строй. Нужно же объяснять, что это такое, на каких принципах? Можно. Ну, это же, ну, просто. Вот чеченые живут по родоплеменному строе. То есть, у них тейпами живут. Так же? То есть, тогда нету возможности инородцам торгнуться в их среду, навязывать ложные ценности. Поэтому у них на одного умершего опять рождающихся детей в результате этого. А у нас, мы сейчас разрушили родоплеменной строй, и нами инородцы управляют, навязывают те ценности, которые нас губят. При родоплеменном строе, то есть, как он создается? То есть, две семьи породились, дети подросли, переженили их, создалось племя. И они живут именно племенем, общий интерес. Племя разрастается, дети появляются, нужно их переженить. С другим племенем роднятся, вот союз племен называется род. Вот это родичи. Да еще совсем недавно мы своим родственникам всем открытки на праздники посылали, так же? Всегда с днем рождения поздравляли. Так же? Еще была какая-то связь несколько десятилетий назад. Сейчас и это уже разрушено. То есть, явное, что идет против белого населения обработка сознания так, что молодежь все это разрывает. Все связи родоплеменные разрываются. Вот результат. Мы просто вымираем. Вот создался род, родственники, вот рода, когда объединяются, получается народ. Народы, когда объединяются, это мир. Вот это нам заповедано нашими предками. Мы по конституции имеем полное право восстановить родоплеменноество. Если другие народы живут, а почему нам нельзя? Так же? Вот в этом только наше спасение. Не восстановим родоплеменноество, строим, значит, вытянем. Это все очень просто. Что колесо изобретать? Вот вот это сейчас силу способность именно на это направить. Я же факт привожу такие, что не верите, проверьте. Если это действительно так, то мы просто вымирающий вид такой. А почему? Потому что разрушен родоплеменной строим. То есть общественная организация у нас тоже на основе копного права должно быть. Ну, все, наверное, знают о копном праве, да? То есть никакой демократии, должно быть единое мнение всех сходотая. То есть мы должны знать, кто право голоса имели там. Ну, и, конечно, здравомыслие проявлять необходимо. То есть все понимаете разницу между самомнением и здравомыслием? Или еще раз объясните? Потому что наверное это сейчас самое важное. То есть все мы сейчас проходим именно урок здравомыслия. То есть нам навязано так называемый плюаризм мнений. Или просто самомнение. И говорят, что это прекрасно и хорошо. То есть самомнение на чего складывается? То, что мы услышали там в детском садике, в школе, в вузе, прочитали там книгах, журналах, газетах, услышали там от друзей, от знакомых. То есть вот с этого потока информации у каждого человека складывается мнение по одному или по другому вопросу. Но сколько вот людей и столько и мнений по одному и тому же вопросу. Так же? И получается раздрай. То есть мы как лебедь, рак и щука. Каждый на себя одеяло тащит. Каждый отстаивает свою почку зрения. И это прекрасно, хорошо, нам внушается сейчас. А на самом деле мы не сможем в единую монолит, в единый народ превратиться в единую державу вот с таким раздрайом. Поэтому наши предки заповедовали здравомыслие. Ну давайте до конца еще доберемся самомнения. Как вы считаете, с помощью самомнения можно ли докопаться до истины? Во-первых, потому что все источники каналной информации, что я перечислил, все они подвергались страджайшей цензуре. И нам никогда правду не говорить. Это понятно, да? Но даже если мы пользовались каналами... Так нормально? Значит, если даже кто-то пользовался каналами, которые правдивую информацию не слили, хотя это очень маленький процент людей, которые имели доступ к правдивой информации, то ведок все равно говорится, с помощью самомнения нельзя докопаться до истины, в основном из-за того, что самомнение основано на способностях ума, разума, интеллекта. То есть у нас есть ум, с помощью пяти чувств мы получаем информацию. То есть в ум есть пять каналов. Это обоняние, осязание, вкус, зрение, слух. Есть другие каналы информации? Нету. Вот этими каналами мы и пользуемся. Значит, разум это орган, который анализирует полученную информацию, а интеллект это багаж сделанных выводов. Получается, что и интеллект, и разум, и ум они ограничены проводимостью вот этими каналами. У нас обоняние примитивное, ну, нюху собаки лучше. Так же? Осязание примитивное, вкус примитивный, слух улавливает звук в узком диапазоне звуковой волны. Мы не слышим ультразвук, инфразвук. Так же? Зрение тоже примитивное. мы не видим в инфракрасном спектре, в ультрафиолетовом, мы не видим поляризованный свет, мы не видим радиоактивные лучи и так далее. Вот как вот человек, учившийся в школе, изучающий физику, биофизику, как он может утверждать, что он с помощью вот этого примитивного органа познания мира может закопаться на истину? Ну, ну как? Это невозможно. Это же, ну, ученику понятно, что если каналы ограничены, да истинно не докопаться. Так же? Поэтому наши предки говорили, что на определенных этапах эволюционного развития ум лучше друг человека, но потом он становится зрешим врагом. Если мы хотим дальше идти в познание мира, нужно ум отключать. В одном из словарей я так и нашел, дурак это человек, не пользующийся умом. То есть ум у него есть, только зачем ему он нужен? Вот в русских народных сказок именно поэтому Иван дурак в эволюционном отношении выше своих умных братьев. Так же? Поэтому говорят, что Россия страна дураков. То есть умом Россию не понять. Понятно, да? А нам навязывается самомнение, чтобы мы ориентируя своей жизни самомнение, чтобы наши руководители самомнением ориентировались. И к чему? Они так говорят, мы хотели как лучше, получилось как всегда. Но на самом деле они и туда лгут, они и хотели как можно хуже принести. Но многие политики современные, вот я по многим политическим партиям приглашаю меня, и я вижу, там такой же раздрайв. Лидеры на самомнении сидят. И каждый на себя одеяло перетягивает. Уставы примерно одни, цели и задачи одни. Но все на себя одеяло тянут. Нету единства. И быть не может. Пока они ориентируются на самомнении, никакого единства быть не может. Поэтому наши предки нам заповедовали ориентироваться здравомыслием. То есть редко так пишется, здравомыслие зависит на трех основах познания истинности. Первая основа это мнение компетентного человека. Вот нужно вам объяснять, что по любому вопросу можно найти действительно опытного компетентного человека. Я не говорю о шарлатанах, самозванцах, их тоже как грязи много. Действительно опытные и компетентные люди есть в любом вопросе. Но это понятно же. Всегда можно найти. Значит нужно найти этого компетентного человека и спросить его мнение. То есть видо говорится, что мнение компетентного человека это лучший способ познания мира. Мы сейчас пользуемся этим способом познания мира. То есть если желаем обучиться музыке, идем хорошему музыканту, композитору, так же. Желаем обучиться живице, идем к художнику хорошему. Желаем обучиться хирургии, идем к хорошему хирургу. Желаем обучиться математике, к математику идем, так же. То есть мы используем этот способ. Это лучший способ познания мира. Это не нужно доказать так же. Поэтому это является основой первой основой здравомысия. Мнение компетентного человека. Вторая основа познания истинности это мнение наших предков. То есть наши предки имеют колоссальный опыт. То есть есть летописи, которые проследуют наследие белых людей на этой планете в течение полутора миллиардов лет. И знаете какой опыт? И что не пользуется этим опытом? Опять колесо изобретать? Наступать на те же грамли, что наши предки наступали? Существует аксиома. Кто не пользуется опытом предков обречен совершать их ошибки? Вот это понятно? Зачем нам нужно? Представляете насколько важно изучать опыт предков? Это глупо не пользуются опытом предков. У кого кто не знает своего прошлого то нет будущего тоже аксиома. Нет у нас будущего если мы опытом предков не будем пользоваться. Значит понятно почему это вторая основа. А почему именно наших предков нужно объяснять а не каких-то других народов? Или все это понимают? Что у каждого народа свое предназначение это можно сравнить как органы в теле человека. сердце 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 за печень за другое почки за третье так же? Если допустим печень начнет брать на себя обязанности сердца кому лучше будет? Точно так же белокожие народы для жизни космоса они свое исполняют обязанности желтокожие народы свою обязанность исполняют краснокожие свою чернокожие свою то есть каждый народ для жизни космоса необходим только зачем нам исполнять обязанности другого народа? Зачем нам пользоваться опытом других народов? Кому от этого лучше будет? Никому так же? Поэтому должен быть здоровый национализм то есть мы должны другие народы уважать но и не забывать опыт своих и пользоваться опытом своих так же? то есть вот это для нас важно понятно почему нельзя опытом чужих народов никому от этого лучше не будет значит это вторая слово познание использования опыта своих предков самое проще это читать инструкцию которые нам предки это веды ведические описания там все инструкции на любой мировоззренческий вопрос там исчерпывающий ответ если вы уже мистиками духовицами стали но есть Акаша хроника где весь опыт предков записан но сверяйтесь с этим источником неважно каким вы источником пользуетесь хоть народные сказки хоть пословица хоть поговорки там да не важно чем вы пользуетесь главное пользуется опытом предков какой канал это второстепенный нужно использовать по любому вопросу опыт предков понятно вторая основа и третья основа познания истинности это личный опыт как пока не по максу не поверю то есть необходимо самому убедиться так это или не так так вот здравомыслие заключается в том чтобы эти три критерия познания истинности привести к одному знаменателю когда все критерия говорят что это так можно сомневаться это действительно будет так если все три критерия нет это не так это действительно будет не так но если хоть один из критерий противоречит друг другим нужно сомневаться и вот это говорится что если человек добросовестно приводит эти три критерия к одному знаменателю гарантируется что он никогда ни в чем не ошибется его никто никогда не сможет обмануть вот представьте себе что сейчас у нас все люди начинают проявлять здравомыслие что произойдет сразу золотой век наступает сразу паразиты исчезают никто паразитов слушаться не будет никто их законы исполнять не будет так же никто не будет пилить сук на котором сидит а мы сейчас все пилим сук на котором сидим да они просто выбрут их никто кормить не будет никто слушать не будет ну наглядный пример Махат о Ганде когда он англичане колонизировали он что избрал метод гражданского неповиновения да наплевать на ваши законы наплевать на вашу работу вообще плевать кто да никто и забыли про них и все и власть их тут же закончилась и пришлось всем англичанам убираться вот вам наглядный пример что это реально уже вот даже на нашей памяти все это происходило а кто нам не дает сейчас здравомыслие только мы здраво явились у них понимаете у паразитов нет защиты от здравомыслия то есть для них это все черды сразу поэтому они нам самомнение навязывают усиленно а вот панацея вот представьте появится хоть один политический лидер который на знамя здравомыслия подымет что произойдет он тогда другим скажет а ваш лидер он проявляет здравомыслие или он самомнение проявляет а если он самомнение проявляет к чему он вас приведет идите под мое знамя и все нормальные люди пойдут и скажут действительно вы же знаете как овец пасут берут козла подсунут никто водовосном не знает все овцы думают о какие рога у него это баран главный и все за козлом идут ну знаете что да и есть козел возмущение нет козел это немного другая а как вы думаете почему козел всегда впереди стада идет да нет просто там пыли поменьше и зелени побольше а овцы думают он знает куда идет а козел свои цели предприятия так что здравомыслие скажет так у вас кто лидер баран или козел ну оказывается козел потому что у него самомнение это баран там можно сказать умный он знает куда опытный там знает куда а козел свои цели предприятия сразу перезет проезд перехват управления всех партий но это понятно кто захочет за козлом следовать вот это неизбежно произойдет сейчас люди просыпаются мне даже уже из-за границы звонят Алексей Алексеевич а мы уже семинары по здравомыслию проводим процесс уже пошел это не остановить шива мешки не утаи это уже все птичка вылетела и когда люди осознают что это жизненно для нас необходимо тогда сразу все изменится то есть здравомыслий человек он сразу в первую очередь задает себе вопрос а что для нас свято вот большинство людей сейчас выйдет на улице спросить а что для тебя свято вот они как толком не ответят для каждого народа свято то без чего мы жить не можем так же вот это для нас священно вот это мы должны объявить священно и жизнь хоть свою потратить на то чтобы это свято сохранить а мы даже не знаем что для нас жизненно необходимо представьте в каком невежестве находимся если не знаем что для нас священно за что жить стоит положить ну такие вещи например как семья для нас священно мы можем жить если мы не можем точно так же здравомыслить человек понимает что он без рода племенного строя тоже не может жить я вам только что это показал значит рода племенной строя для нас священен без здравомыслия мы можем жить потому что в казачестве здравомыслие называлась ясо то есть отсюда от ясно ясно сквышление ясно был изначально даже такая должность как яса улиц тот кто ясу держал улиц это сейчас современном демократическом казачестве в этом вряженном яса улиц помощники саула никого не салонева был просто яса улиц тот кто требовал от всех кто находится на круге ясности ты проявил здравомысля нет а сиди молчи если проявил давай вот расскажи свое мнение то есть ясность потом ясность необходимо ясно для нас это священно без этого мы будем как лебедь-рапищук я уже объяснял то есть это жизненно нам необходимо и любой заработки человеку сразу поймёт а что для него действительно священно и тогда мы будем за это священные бороться тогда у нас есть шанс выжить как-то если вот этого нет если мы как цветок в проруби телепаемся туда-сюда туда естественные вымирать будем по понятных вещей а вот объясняют на пальцах детям вроде бы понятно большинство людей непонятно но сейчас вступаем такой период времени что больше и больше начал просыпаться больше процент головного мозга начнет работать и каждый из нас поймет что для нас действительно необходимо что для нас священно на самом деле не самомнение уже будет доминировать а здравомыслие и вот тогда все изменится вот есть другие варианты какой-то да нету другого пути или в обезьян или в богу два варианта но если все быстрее быстрее начнут расходиться с каждым днем вот после сентября месяца процесс поведет не очень загрузил не очень хорошо интересно интересно на видео смотрели много сколько у нас еще время на задание с вами побольше 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 пожалуйста а больше думать ну может быть какие то вопросы появились да есть такой вопрос чтобы какому-то огромному достаточному количеству людей в окружении у нас там где мы живем да вот пойти этим путем с ними начинаешь шутковать их последует огромный страх то есть не каждый состояние сегодня внутренний страх преодолеть чтобы пройти вот этой дорогой то есть головой как-то понимает да но чисто физически вот исполнить это отказаться от этой работы или там отказаться вот это делать есть какой-то совет от вас как вот допустим как бороться с этим внутренним страхом что им можно вот дожить человек боится в основном неизвестности нужно сказать а какой будет худший вариант вот как ты думаешь вот самое худшее развитие событий и когда он проанализирует ну ничего страшного и вроде бы и нету ничего и страх уходит то есть человек боится неизвестности но большинство людей конечно еще и не проснулись еще спят как говорится ежик птица гордая пока пендера не наш не встретит вот будем ждать когда демона нам пендера дадут вот это и будет перестрелка икота волка а вот вы говорите если мы не установим роду племенной строй то мы вымрем правильно а как богами запланированы выжить нам или или все это от нас будет зависеть а просто упустил что есть параллельные миры знаешь что это там разная действительность есть параллельные миры где там уже ядерная война идет где уничтожение всего человечества все возможные варианты они присутствуют единовременно так что планы богов все все возможные варианты а кто зависит от того в какую мы действительно попадем унесен море от этой мясорубки или не унесем то есть если мы хотим восстанавливать рода племенной строй нам боги дадут такой мир где мы можем реализовать это если вы плевать на это хотели вы получаете там где плюют на это вот так понятно а вот еще маленький вопрос у каждого народа свои боги у китайцев свои там у краснокожих свои у чернокожих а как же если допустим у вселенной сварок правит да вот вселенную держишь то как бы и у китайцев сварок главный получается или как вообще понимаешь там есть своя иерархия есть боги которые ответственности за создание за разрушение и за сохранение вот мы как раз относимся вот к этой категории которая занимается такими вещами а есть например кто будет поддерживать гравитацию допустим необходима гравитация это боги управляют необходима радиация необходима необходима и другие боги так же а кто нам дает состав кислорода температуру тоже более занимается представляешь какая иерархия необходима для того чтобы человечество все и белокожие желтокожие краснокожие чернокожие все смогли совершенствоваться целый сон божественный вот у них свои дела как вот если разные органы внутри тела человека каждый народ имеет своих богов которые занимаются той или другой сферы соответственно или за то или за это но еще и нужно учитывать что они регионально то есть если снижать иерархию то они ответственны вот за эту то есть если поехать куда-нибудь в австралию да там никаких чертей не водится чертей у нас у меня реплика по этому поводу есть вот если взять индейского это в переводе слышал о том что это просто переводится как птицы-кот вполне может быть что у них и тот же историк и те же боги просто не называются своими языками своими словами конечно Алексей Алексеевич я отвечу на этот вопрос впервые такая эта мысль прозвучала что Михаил Кучинского это польский исследователь такой 37 лет прожил в Северной Америке в Северной Америке в Северной Америке в Северной Америке вот бог составил учебник и в том числе дал огласовку и их скажем букварь не люблю слово алхомит не наше букварь где огласовка и буквы и звуки соответствуют нашим боляк еще есть Михаил Кучинский есть у него одна книга эммм эмм эфеский диск и змеи поклонники и второе я забыл пока ведь не помню вот он эти вещи как раз и аварий в Северной Америке впервые услышал там и он в результате двух переводов с местного на испанский с испанского на английский потом на русский получили кецалькот он когда он впервые свое первое посещение он когда попал туда в среду индейцев были похороны но мне такое ощущение что я попал в православное селение где слышу ну он поляканый но я слышу русские слова русские там белорусские и вот это пение сопровождали усопшего и дальше все что было сказано и он я понял что здесь корни оттуда то есть или мы единый народ в прошлом который искромсали и навязали чуждую религию а через чуждую религию знаете всегда навязывается чуждый язык так вот мы получили этот немецкий письменный древних индейцев она называется кипу то есть узелковое письмо да кипа у нас так и называется кроме того постарались забыть зачеркнуть а он поднял он целую тему написал на эту тему значит там несколько видов графики есть буквы похожие на наши а есть буквы похожие какие-то как бы с завитушками и он это выбрал и сделал скопировал все надписи ритуальные и прочее там на храмах еще на каких-то изделиях и дал своему товарищу который занимается там ДНК и расшифровкой тоже поляк там доктор наук а поляк сказал допустим вот этот как бы значок это такой участок ДНК отвечает вот за такую и получается перевод текстов индейских этот человек не знающий занимающийся ДНК и он говорит это все вот так то есть вот этот кусочек или та завитушечка которую мы там называем она соответствует этой это сохранилось в жильцовке а с исчезновением класса так сказать в жильцовке высшего жильчества это было закрыто и на это никто внимания возвращал вы понимаете я просто это пол секунды еще то есть когда современный лингвист смотрит на некоторые тексты и говорит она там она нечитаемая или там битрусская битрусская не читается для того чтобы это читать нужно родиться русским все спасибо ну вот ученые аргеологи они уже давно доказали что Америка заселялась через Беринга пролив когда он был сухой сухопутный путь был или по льду заселялась когда был ледниковый период там дрейф прям ледник был в Северной Америке как пути миграции проходили индейцев то есть раньше они на территории России тут жили краснокожие мы всегда к любым народам относились как младшим братьям как к современным краснокожим народам которые у нас на севере живут и они просто когда ледниковый период наступил они уходили через Берингов пролив огибая там это в Северной Америке большой ледник был где-то не по краю обходили и все это следы миграции ученые проследили и так заселялась Америка и Северная и Южная то есть это наши братья уходили туда естественно с нашей культуры с традицией многое от нас взяли хотя у них и свое безусловно было но многие исходные черты до сих пор они сохранили Алексей Васильевич с вашего поздравления одну только фразу я иногда захожу на сайт американских индейцев а там у них наиболее известные люди которые вот на протяжении двухсот лет в краткой биографии на английском и когда смотрите лица то есть вот такие усы там со целевцем и так далее понимаете вот на этом сайте примерно процентов 70 фотографий индейских индейцев знаменитых индейцев они все имеют точно такое же отражение на нашей территории то есть я переброшу адрес этого сайта ну что прямого вопроса вот в ведах ты акции делаешь на вот в ведах там в каких ведах в ведах да в любых ведах веды есть веды они в Африке даже вот Акаши Хроники я прошел все по этим Нижнолаприку но их нет нет Акаши Хроники это ноосфера просто опыт предков содержится в информационном поле если развиться в клубе экология тела мы получаем доступ к этому интернету и скачиваем оттуда информацию не пишет она там не скажена она там не скажена уже что написано пером не вырубишь топором исказить там невозможно более того если мы развили свое клубе экология тела мы можем выйти на эту Акаша Хронику и принимать участие как в прошлых так и в будущих событиях как там это может искажено быть а что есть выше информационного поля ну есть иерархия наших божеств мы живем жизнью планеты как бы информационное поле есть информационное поле метагалактики есть информационное поле метагалактики есть информационное поле всей вселенной а есть и общее поле там уже более высокая информация получилась в нашем теле ну более того если даже рассуждать давайте глубь если чуть-чуть время у нас есть сейчас копнем еще поглубже вида говорится что наше я это духовное существо шефатма не нужно объяснять что это такое так вот их сравнивают с пчелами когда появляется вселенная то эти пчелы как на луг летят и собирают нектар нектар это опыт и когда схлопывание вселенной происходит а вселенная существует промежуток между выдохом вдохом махамишну вот он выдохнул и с каждой поры тела у него пузырьки такие появляются на поверхности причину океана лежит пузырьки появляются вот это вселенная есть большие вселенные маленькие пузыречки вдыхает а у него опять эта пена втягивается помните афродиты из пены родилась аналоги это процесс описан так вот представляете сколько уже вселенной появлялась исчезалась так вот когда схлопывание вселенной происходит каждый из нас накопленный опыт тащит в улей и складывает в один котел как мед пчелы делают так вот этот мед называется причиной материей или он называется прахом или инглия неважно как то есть там содержится опыт как всех божественных так и всех демонических существ представьте какое-то информационное поле колоссальное так вот когда появляется новая вселенная каждый из нас берет капельку из этого океана в этой капельке задерживается вся информация что во всем океане но это можно сравнить с чем если в компьютере есть какая-то информация его можно ужать сархивировать и сброшить на флешку да так вот у каждого из нас есть это флешка и наша задача когда мы пришли сюда разархивировать эту флешку и усвоить весь опыт как божественных существ так и демонических то есть это как ян и имя энергии то есть когда демоническая просыпается мы с помощью божественного должны ее контролировать если мы это не сможем усвоить то какие из нас боги вы согласитесь ну какие-то недолучки вот недоделки так же вот эта флешка называется ор в древнем русском языке ор ну вспомните слова с корнем ор ор тор да хор ор оральтам торсионные поля орехтам орнамент организм так же вот вы поиграйте с этими словами и сразу вам понятно а по правильным жреческого правописания чарамутия если ор справа налево прочитать рост то есть сначала ужать а потом развитие идет так же поиграйте слова и поймете что это такое так вот в каждом из нас это и есть информационное поле и оно разве может быть искажено оно всегда есть у нас разархивируйте только это все как это можно уничтожить и исказить да никак это наша задача этой жизни в этом материальном мире разархивировать все это усвоить эту информацию и овладеть всеми качествами и способностями как богов так и демонов вот только тогда из нас совершенства может получиться каким способом разархивировать быстрее какая первая заповедь русского человека а в полной свято чти своих богов и предков и живи по совести в ладу с природой вот в полной мере то есть свято это светло чисто свято чти почитать чьи это энергия жизни ци чьи так же вот как честь имеют наши предки арии это энергия жизни не восточное термины это наши тать слышали такое выражение крадется тать в ночь так это тот кто присваивает а почитать это присваивать энергию чьи своих предков свято чти своих Богов и предков понятно что означает пользоваться этой силой тима это поможет вам получить только богопочитание богопочитание это не только словословие можно и словами чьи уловить Словить это и есть как. Как ветер парус словить можно, так и чьи богов можно словить. А богопочтание это весь образ жизни. Каждая секунда своей жизни должно быть богопочтанием. Если мы это чьи усваиваем, это как раз тот электрический ток, который дает возможность флешку подсоединить и разархивировать. Без этой чьи невозможно. Это вынули аккумулятор, соединили компьютер и флешку сую, не сую. Ну и что, а толку? Пока чьи не подсоединим аккумулятор, а лучше сеть. Так же? Мы это не заархивировали. Поэтому говорят, свято чти своих богов и предков и жили по совести. Совесть это совместная весть. Чтобы, когда у нас демоническое начало раскрываться, чтобы это суметь контролировать, нам нужно по совести жить. То есть прекрасно понимая, что если я приношу вред другим, значит привожу вред себе. Так же? А совесть это как раз предохранитель, который не дает возможности вот этой программе демонической, как и вирус, распространиться и уничтожить все. То есть совесть позволяет удерживать то, что в яйцехоре демонического есть, помогает удерживать и все. То есть контролировать. Вот это наша задача. Поэтому говорят, свято чти своих богов и предков и жили по совести в ладу с природой. То есть лад, уклад. То есть мы должны упорядочить пространство вокруг себя с помощью того, что разархивируем. Вот это главная и основная заповедь русского человека. Хотя бы ее исполнять. Этих заповедей, ух, сколько у нас. Да хотя бы одну исполнить. Просто? Понять просто, осуществить тяжело. Что вы можете сказать про планету Нибиру и декабрь 12-го года? Ну вот последнюю информацию, что я в интернете нашел, она находится рядом с Солнцем. И выложены фотографии, где перед восходом или закатом Солнца ее можно сфотографировать. Но насколько правдивы эти фотографии, Бог его знает. Я сам пока еще не видел. Но то, что эти процессы идут, и то, что сейчас такие события назревают, наверняка это какое-то имеет и космическое отражение. Но вот я вам рассказал, что мы галактический меридиан проходим, и видимо что-то будет связано с ним. Я же как хохол, пока не помаршу, не поверю. Когда я сам его вижу в телескоп. Но это специальный телескоп, какой-то светофильтром нужно, чтобы заметить. Так-то и... В принципе, это возможно. Что? Это возможно. Возможно. Потому что многие каналы говорят о том, что якобы возможно. Но что, вы же знаете, это факт, что смерть среди астрономов выше, чем у военных летчиков-испытателей. Прям целыми группами уничтожать. Кто говорит на эти темы? А, уничтожают? Конечно. Просто уничтожают, чтобы не вятали. Прям группа. Но кто изучал этот вопрос, сталкивались этим, что? Да, действительно. Астрономов уничтожают. Слышали об этом? Никто не сталкивался. Слышал, да? Алексей Вячеславович, а если боги и демоны на одной стороне, то кто, скажем, может пускать? И боги и демоны? Да. То есть это все, получается, закономляет вопрос. Вы поймите, вот почему бы невозможно вот здесь собраться и говорить об этих вещах? Как вы считаете? Почему нас не арестовывают и не уничтожают? Словение богов и демонов. Ну хорошо, а вот лет 20 назад, если у человека находили хотя бы строчку из век, была тюрьма или психушка на 100%. Вот кто пожилой, сталкивался с этим. Последние репрессии в 83-м году заканчивали. Беременных женщин сажали только за то, что строчку из век находили. А мы тут символы ведические носят, официально там. Что изменилось? Вот тогда, значит, боги спали, отвернулись, да? А сейчас проснулись и опекают, что ли, делать. Так же? За 20 лет. Время просто пришло. То есть демонам необходимо уничтожение технократической цивилизации. То есть как можно сказать? Что у них вахтовый способ добычи полезных ископаемых. Ну, вам нужно описать, куда все золото девается, куда все алмазы, там редкоземельные элементы. Все вывозится с планеты. Они человечество используют просто как рабочий скот. Потому что мы были на их территории. Да нет, это мы на своей территории, это наша планета. Они относятся к нашей планете как к своей колонии, где они добывают полезные ископаемые. То есть это получается, что они вписаны в космических законах? Ну, конечно. Это левая рука Бога. А что, без воли Бога, что-то может быть. Если бы мы позволили, почему бы? Они воспользуются тем, что была ночь сварога, и мы спали. Поэтому им необходимы эти полезные ископаемые. И они, сколько их нужно, мы за 100 лет добываем. Способ обмана. Ну да, ложные ценности навязывают, разрушают нашу культуру. И мы берем суп, на котором святим. То есть святок так говорится. А если мы спим? Да уже просыпаться. Мы сейчас другой вопрос разбираем. Почему планы богов и демонов совпадают? Ну вот этот вопрос разбираем. Вот я пытаюсь это донести. Значит, представьте, что у вас есть рабочий скот, который вам добывает полезные ископаемые. Вы технологию передали, за 100 лет вам добыли. А можно вывести раз в 3600 лет вот с этой планеты. Это вахтовый способ. То есть в Нибиру прилетает раз в 3600 лет, и они могут вывести только раз в 3600 лет. Значит, Нибиру существует 100%. Ну, летописи об этом говорят. Наскальные рисунки об этом говорят. То есть много. Только когда она сейчас или чуть попозже, через 50 лет прилетит, бог его знает. Но то, что она есть, свидетельств очень много. Разница только в сроках. Вот только в этом сомнение у меня. Когда она прилетит? В этом или через 50 лет. Но то, что она есть, это, ну, факт. Потому что свидетельствует, о, сколько там. Пока еще не факт, сомнение. Личного опыта. Лично? Лично. Мудрые люди говорят, а личного опыта не хватает. Поэтому я не могу, что я здравомыслие тут проявил в полной мере. По крайней мере, два критерия говорят, да, есть. Два критерия. А третий, как я говорю, как хохол, должен сам поверить. Только тогда я скажу, 100%. Все, вот будет тогда это все сроком. Вот ты говоришь, что летописчик написан, а вот сейчас точно не помню, 640 тысяч лета от времен трех Солнцев. Это три Солнца, это как раз вот этот белый, червый карлик, это и не Бюро, да? Ну, может быть, может быть, и об этом говорится. Потому что она, когда подлетает, она видна с такого же размера, как и Солнце. Такой же яркости, такого же размера. То есть две оловые единицы. Ну, размером с огонь. Ну, как мы Луну, Солнце, видимо, с такого же диаметра. Ее и днем видно. Ну, свидетельств много об этом. Просто мы сейчас о другом говорим. Почему демоны хотят уничтожения технократической цивилизации? Почему планы богов и демонов соплодают? А совпадать именно в уничтожении технократической цивилизации. То, что боги хотят уничтожить технократическую цивилизацию, это же понятно? Потому что если не уничтожить, мы все выберем. Все живое на планете выберем. Понятно, это планы богов. А зачем это демонам нужно? А вот объясняю, зачем. Потому что им невыгодно оставить технократам на этой планете, чтобы они до себя добывали полезное ископаемое. Потому что сколько им нужно, мы добываем за 100 лет. А теперь мы в 3600 лет для себя будем добывать полезное ископаемое? Им это выгодно или нет? Значит, необходимо технократическую цивилизацию сократить. Поэтому они нам говорят, ребята, вы хотите восстановить культуру? Нам сохранить рабочий скот необходимо. Вы будете добывать полезное ископаемое? Мы говорим, нет. Потому что, например, сказали, у матери земли нужно грудь сосать. А вы заставляете нас грызть. Так же? А мы грызть не будем. А, не будете грызть? Тогда, пожалуйста, собирайтесь. Восстанавливайте культуру. Нам это необходимо. Потому что нужно сохранить же рабочий скот. Вот вы как раз и сохраните. Вы будете этими баранами культуру. А через 3600 мы прилетим, и опять вам такой урок организуем. С божьего позволения. Если бы боги захотятся. Потому что нашим потомкам тоже необходимо будет такой урок пройти. Так же? Но если нужен будет, он бы дозволен. По крайней мере, это наши учителя. Мы же это осознаем, что они нас учат. А вот еще существует такое мнение, что существуют какие-то вознесенные мастера, которые работают на то, чтобы развивалась наша планета, и чтобы духовный рост был. Потому что именно за счет их работы на земле, что есть такие люди, что здесь происходит духовный рост. Ну, не связано это ни со славянской культурой. То есть это все люди развиваются. Она может спокойно спать. Ну, типа того, да. Это, опять же, существуют так называемые не только демоны, но и боги Мирославия. У которых еще... Ельцехория, вот это вот Ор. Ор, это Ельцехория. Ельцо Ора. Они еще не разархивировали до конца и не справились с демоническим, что в них находится. Поэтому у них есть амбиции, тщеславие, какая-то корызь там. И все вот эти недостатки неизменные у богов Мирославия присутствуют. Ну, вы почитайте жизнь богу. Так же? Это так больно богу будет? Конечно, да. И поэтому, естественно, они на себя одеяло тяга. Говорят, я тут самый крутой каждый. У каждого уже свое тщеславие есть. Так же? И вот они и начинают вылавливать души. Говорят, вот только мы бастера. Мы тут круче всех. Говорят, нет, а мы еще круче это. Так же? И вот они друг перед другом обипендриваются. И они сейчас ловят души здесь. То есть все вот эти вот боги Мирославия, они заинтересованы в том, чтобы наловить вам больше душ, адептов себе. И это ловля и идет. И поэтому Рейхи, Блаварская, Бизан, это все проводники этих рыбаков, которые вылавливают. Лапшу на уши вешают для того, чтобы потом на крючок, мормышка там какая-то, на кукан и в саду. С планетами работают. Конечно, конечно, это все по понты крутятся. Это рыбалка идет такая, вылавливают души просто. Наши петь и так сказали. То есть каждый бог, кто такой бог? Бог это богатый. Так же? Богатство в основном у них заключается в том, что он создал свой мир. Или этот мир называется лого. Ну, что-то локальное пространство. То есть определенный мир. Вот он там царь-бог. Он там самый главный. Главнее никого нет. Это можно сравнить как листики на дереве. Вот каждый листик это лока. И поэтому нам предки дали заповедь. Не поливайте листики на дереве, а поливайте корень дерева. Поэтому у нас наша вера называется рода Божия. То есть когда мы общему целому роду, корням служим, тогда все листики будут довольны. Если же мы будем какому-то одному листику служить, то другой листик скажет, а что ты мне не служишь? И можно между молотом и на ковальке попасть? А ну это нужно? Это только мазохисты идем путем. Это так глупые люди. Так же? Это только к страданию приводит. Потому что если вы в локку попадаете, то вы уже так же эволюционно развиваться не можете. Потому что вас не пустит выше этот бог, этой локи. Так же? Он скажет, ты что? Кручи меня хоть на бутилет. За гномер. У них же амбиции, честная, корысть, ешь. Так же? Поэтому говорят, несуйте свои в эти локи. Это капкан. Это как бирка в колесе будете там. Служить тому. Он может быть будет развиваться, а может не будет. Так же? Это его уже более. Поэтому не стоит в эти локи ссуваться. Нужно служить общему целому. А если сейчас все рода как-то возъединенные, да? Наша задача восстановить. Как объединение это вообще осуществить? Так бой от нас и ждут, что мы породистыми станем. Что хорийцы будут скрещиваться с хорийцами, дарийцы с дарийцами, святорусы со святорусами, рассеян с рассеянами. И так мы восстановим рода, то есть породистых людей. Не ублюдка в обезьян. То есть мы же в обезьян превращаемся. То есть у чистопородных на руках, на ногах волос нету. А мы уже он обезьян. Потому что дарийцы с хорийцами, святорусы с рассеянами все уже подперескрещивались. Это все понятно. А что нужно делать? Что нужно делать, чтобы это восстановилось? Создавать семьи именно по национальному признаку. Хорийцы должны делать детей с хорийцами скрещиваться. И так создается семья, племя, народ, народ хорийцев, зеленоглазых. Светорусы синиеглазые должны, ну как это порода в животноводстве. Ну как восстанавливается порода? Вот так и восстанавливается. Берешь более-менее подходящий особь из этого помета. Так же скрещиваешь из другой помета такой же особи. И так восстанавливается порода. Так же? Таким мы должны восстановить породу. Ну а как же тогда получается, например, если мужа жена пореглаза, а дети у них светлоглазые? Да потому что гибриды уже. Но своим детям сказать, ребята, вы уже побочный продукт. Но мы относимся к россиянам. Поэтому вам нужно кореглазые и мужей, и жен. Несмотря на то, что у них светлоглазые. Да. Потому что вы, родоначальники, вы сказали, мы к россиянам принадлежим. И будет плохо, если вы родоплемени лишитесь опеки богов. Богопочитание через восстановление рода племенного строя. Восстанавливайте рода племенной строя. Тогда благо всем будет. Подождите, а как определить, что это сами родители не гибриды? Так мы все гибриды. Если мы родоначальники, то мы должны сказать своим детям, кто будет говорить, я или кто. Я своему ребенку говорю, знаешь, мы вот такому роду племени принадлежим. И будь добрый себе, жену такую, а дочке мужа вот такого. А иначе ты моего благословения лишаешься. Это я решаю. Я родоначальником становлюсь. Потому что мои там отцы, деды, прадеды, они там не в зуб ногой были. И я на себя ответственность беру за восстановление породы. Они разрушались, а я теперь становлюсь родоначальником. Первым из родов. Да, родоначальников. Я беру за это ответственность. И своим детям заповедую. Вот так нужно, а не как иначе. А скажите, пожалуйста, на каком месте тогда здесь будет любовь? На первом. Вы, наверное, не знаете, как у нас все не создаются. Я о том, что вы говорите, что создание своего рода, а если полюбил другого? Да сразу выгоню такого ребенка, полюбил другого. Что это, это похоть. Любовь это люди, богов, ведущие. Это не сентиментальность, не похоть, а почитание богов и предков. Вот любовь где. О какой любви вы говорите? Разве это любовь? О высокой любви, я говорю. Любовь, люди, богов, ведущие. Вот высокая любовь. Вы об этой любви говорите? Вы о похоти говорите, а не о любви. А какая тут любовь? Это же разные вещи. Это разные вещи. Любовью можно называть только тогда, когда я следую заповедям своим богов и предков. Вот это и есть любовь. По-русски. Любовь. Люди, богов, ведущие. Что еще вам не понятно? Изъясняйтесь по-русски. Она навязали лапшу на уши, что я полюбила сегодня одну, а тебя разлюбила, полюбила другого. А сейчас вот так. А говорит, да, полюбила, разлюбила. Что это за любовь? Это женская логика. Женская логика, говорят, это как морская свинка. И не свинка, и не морская. Да интуиция еще как на Камчатке на четыреньках. Интуиция это подсоединение какашо-хроники. Вы что, имеете эти качества? А интуиция, вы самомнение называете интуицией. Разбейте с термином, что такое интуиция. А это самомнение. А вы похоть, любовь называете, самомнение, интуиция. Вот это и есть морская свинка. А есть какая-то техника подключения какашо-хроники? Конечно. Смяточки своих бабок. Другая тема, более практическая. Процесс пробуждения. Как ты лично как-то можешь его ускорить? Кто осознал, что это нужно делать? Есть методики? Есть. Смяточки. У меня вопрос в том, какие струбковые оболочки человека. Как они выглядят? Ну как можно идентифицировать? Или чего они служат? Здравствуйте. Мы же говорили, что мы с помощью явьего тела можем изучать только явный мир. А он очень примитивный. Так же? А если мы пожелаем раздвинуть границы познания этого мира, нам необходим другой инструмент. Вот для этого у нас навье тело есть. Ну то есть или астральное, или рептонное, как ученые его назвали. Тогда граница познания неизмеримо расширяется. И возможности познания мира расширяются. Когда мы изучили мир Нави, мы пожелали еще больше изучать. Для этого есть клубья и колобья тела. Мы когда их развиваем и переносим свое внимание в эти тела и оболочки, тогда неизмеримо шире границы познания мира. Если желаем еще больше, то есть уже миры богов славе, тогда мы переносим свое внимание уже в дивье тело свое. То есть становимся богами мира славе. И подтягиваем те уже миры. То есть это граница познания. Все расширяется и расширяется. То есть 7 русских матрешек. Помните? Они обязательно идут по ступенькам? Не может быть перехода, например? Нет. Сначала учишься на трехколесном велосипеде, потом на самокат, потом на велосипеде, потом на машину, потом на самолет. То есть постепенно. Невозможно сразу раз на самолет и полететь. Все поэтапно. Алексей Васильевич, а вот в физическом плане Вселенная имеет границы свои? То есть а что за граница Вселенной в физическом плане? Пространство, она плавает, это пена, на поверхности Причинного океана, а потом другие Вселенные идут. Но вот человек после дела как бы не сможет, да? Может. Ведок описано, что есть виманы, описываются эти виманы, космические корабли, с помощью которых возможно пробить оболочки этой Вселенной. И перейти в другую часть. А вот если в Навью тело путешествовать, можно как-то там... Об этом я не слышал. Видимо нет. Это специальное, видимо, приспособление необходимое. То есть наши предки умели обращивать такие космические корабли с помощью них, как с помощью киборгов. Потому что оболочки, они очень сложные. На самом деле, вот если взять Вселенское яйцо, то внутренний мир вот такой вот маленький. А вот это скорлуп. Скорлуп. То есть это не мыльный пузырь. Это такой орех. А ядышко маленькое-маленькое. Если Вселенная имеет физические границы, границы нашей Солнечной системы имеют тоже физические границы, может ли удаться это подтверждение того, что спутники, которые запускают на пачок у вас ограждение, и исчезаете, останавливаются? Нет, но существует не просто, как у Вселенной, там и каменная, если железная, там оболочка, там. То есть... То есть мы хотим... Да, там скорлупок очень-очень много разных слоев. Где-то все это описывается. То у нашей Солнечной системы таких скорлупок нет. Эти границы всего, ну, будем говорить, как бы пространство гравитационно в плане, а не в материальном. Гравитационно. Поэтому как бы Чур это не впускает и не выпускает планеты, то есть материю как бы держит. А также мы видим другие звездные системы. Также границ таких нет. И только на полевом уровне, на силовой такой уровень. Какая сила? Сила гравитации, это планеты все держат на орбите. Так же? Вот точно так же есть сила, которая ограничивает нашу... Сила. Сила, да. А вот пространство, где вселенские яйца находятся, много вселенных, оно как-то имеет свои границы? Нет? А мне интересно, есть ли понятия вещей? Это относится к категории очиньки. То есть, когда мы выходим за пределы вселенной, исчезают такие понятия, как пространство и время. А, понял. То есть, там вообще уже другие понятия. Понятно. Это все по-другому. А, кстати, ну скажи, Москва все-таки провалится или не провалится? Смотря на какую действительно нас попадем. По поводу... Нет, Москва, она в очень хорошем месте находится. Нужно просто ее очистить. Можно все ответить? Ну, мы можем сказать, что у нас, естественно, там проблема тут национального вопроса. То есть, близко Дагестан, Чечня. Мы на судье это очень-то очень хорошо ощущаем. Вот ваши прогнозы. Что все-таки оштабрировали? По менту, в годы. Ну, опять же, смотря, какую мы действительность попадаем. Ну, уже видно, что мы попадаем в такие действительности, где именно чеченские народы будут использоваться в полиции как начальство. Уже это есть. То есть, они ключевые места будут занимать. Это уже мы ощущаем. То есть, полиция будет имя подправляться. Да там все сейчас выше, и все, в общем-то, имя подправляться. А Ставрополье, это вот наглядный пример, что они хотят по всей России сделать. Вы же знаете, только это два тейпа в Чечне оставлю. Все остальные тейпы живут по России. Это клавы, да? Да. И их подготавливают именно как администрации, которые возглавляют будут городские администрации там, и полицию будут возглавлять. А что же нам делать? А во все времена, вот смотрите, революция была. Куда Чеченов использовали? Списки составляли. Ну, были, это, латышские стрелки, или это дикие дивизии эти, так же? Вот то же самое сейчас будет происходить. А возможно отключение электроэнергии в глобальном смысле? Ну, вот я смотрел лекции в интернете, они вывлечены. Те ученые серьезные там с формулами там доказывают, что может исчезть такое явление, как электрический ток. Электричество будет никуда не денется. А вот ток, то есть способность передачи электроэнергии по проводам, вот это вот будет невозможно просто на просто. И это они называют концом света. То есть конец света это конец электричества. Ну, по крайней мере, демонюки, они уже подстраховались. То есть они рубильник уже сделали, чтобы подключить электроэнергию. Слышали все о газовом кресте? Что такое газовый крест? То есть в основном у нас электроэнергия получается от сжигания газа. То есть есть у нас, конечно, и на жидком, и на твердом топливе, есть гидроэлектростанция, атомная, но это очень маленький процент. В основной процент это именно сжигание газа, ТЭЦа. В основном у нас есть два месторождения, откуда мы добываем газ. Ну, основные. Есть мелочи такие, но они мизерные. По сравнению с урингуйским и ямало-нинецким месторождением. Вот оттуда вы видели наверняка по телевизору, такие ведут трубопроводы высокого давления. Это громадные трубы такие. И там под большим давлением Европу качают. И основная центральная часть России именно живет за счет этого газа. Так вот, всего за этих двух месторождений идет 17 ниток. Вот этих вот магистрали высокого давления. Так вот, эти демонюки сделали так. Вот вы видели, как бытовой газ взрывается. Ну, в телевизорах. Они думают, то ли теракт, то ли еще ходят там и думают, что это было. То есть взрыв, ого, ого. А представьте, вот это магистрали рванет. Мало не покажется. Так вот, они сделали так, что все эти 17 трубопроводов соединяются в одной точке. То есть всего лишь 500 на 500 метров, это территория голой степи, которая даже забором не огорожена. Все 17 трубопроводов сходятся в этой точке. Не то, что они соединяются, сварены, а просто рядышком и опять расходятся. Вот спрашиваю, на какой ряд это можно было делать? Вы знаете о том, что когда, допустим, строится там любая плотина, ГЭС строится, то в основу всегда закладываются фугасные бомбы, мощные такие, которые с войны там поставались, и они как радиоуправляемые заряды закладываются. Это при проекте везде это делается. Пусть и об этом. Ну, это любой, кто стрейдерсом занимается, не знает, что. Это обязательная программа. Потому что в случае нападения врагу, чтобы враги напали, бах, их смыло там. Это как оружие. Кто же упустит это? Ну, это нормально так. Это везде это делается. В обязательной программе. Ну, кто со строительством занимается, они подтвердят, что это... Ну, а по-другому и быть не может. В том числе и высотки закладываются. Загады на каждом этаже. Ну, про высотки не знаю. Вот про плотины я точно выясняю этот вопрос. Это однозначно. Везде закладывается. Мне специалисты об этом рассказывали. Точно так же наверняка уже заминирован и вот этот газовый крест. То есть говорят, что если американцы, значит, северо-ледовитого океана пустят крыла эту ракету, то всего 15 минут подлетного времени до этой точки. Вот одна ракета попадает, вот и рубильник выключен. Но они скажут, это русские националисты все сделали. Не хотят Европу кормить. А сами просто кнопочку нажмут. Никакой ракеты не нужно. Да вы поймите, что они говорят, мы хотим оставить золотой миллиард. Так же? В открытую аренду. Маргарита Течерна сказала, мы в России оставим 15 миллионов русских дебилов, которые будут обслуживать наши нефтенные скважины и рудники. В открытую сказали. Так же? То есть цель просто уничтожена. Конечно. Поэтому все города согнали. И представьте, я вот этот рубильник поворачиваю, нету электричества. Это значит, нету света в доме, в квартире. Это не работает отопление. Это не работает водопровод. Это не работает канализация. Это не работает транспорт. Это не работают магазины. И сколько к концу зимы, а хоть летом это даже произойдет, но скорее всего зимой, сколько к концу зимы в живых людей останется в городах. Даже их убивать, стрелять не нужно. Вот где волк повеселится. Они сами друг другу глотки будут рвать. Мародерство – это самое страшное, что ли? Никак. Почитайте «Берке Мааля Тами». Мародер, каратель – две хорошие книги. Если не лень читать толстую книгу, прочитайте у него ответы на письма читателей. В интернете выложены ответы на письма читателей. Мародерство – как точная наука. Фаникерство – как точная наука. Так всего лишь 7 печатных листов. И сразу все понятно встанет. Что будет происходить? А вот, скажите, пожалуйста, по поводу Красной площади. Будет ли там все-таки демонтаж вот этот вот? Насколько здесь согласованных сидений, как это разных групп, будут все-таки захоронения вот этого? Посмотрим, какую действительность попадем. Погорел в 13-м году об этом. В 13-м году точно можно будет сказать. А дрейф закончится, и тогда мы в этом слое, и события будут вот так-то разворачиваться. А сейчас еще предсказывать это. Переходный период мы в любую действительность можем попасть. До декабря еще миллиард раз можно поменять действительность. А что вы можете сказать о солнечном гладе? У солнца есть гладь? Солнце это Сурья или Ярила Тресветлый. Это бог мира прави. Он на самом деле находится вне времени, вне пространства. Есть бог солнца Вивасван, который имеет человекоподобные тела. У него два глаза, насколько мне известно. У меня есть фотография Солнца в гладе. Это Венера, Венера, в полетал. У тебя Солнца, а как ты хочешь, что это? Ну, во-первых, что это может быть? Какой-то небесный объект может быть. Это Солнце, фотография Солнца. Вам показали? На фоне Солнца, что только нет. У меня дочка видела, она вообще черное Солнце видела. То есть, все машины поостанавливались. То есть, она на машине ехала, там чуть ли не авария. Все повыскакивали, думали, конец света. То есть, Солнце, оно превратилось в черное. Это не было затмение. Это вокруг Солнца, еще и круги вокруг Солнца пошли. Все повыскакивали, смотрели. Вот это явление видели по всей России. Вот не знаю, кто-то из вас слышал об этом, нет? Вот моя дочка сама вот рассказывала об этом. Каких только явлений не бывает. Бывает три Солнца видно. Глаз это то, с помощью чего можно смотреть. На какой глядь я реликий светлому какой-то выращивает себе глаз. Это морская свинка. Я больше ничего тут не могу сказать. Богу мира праве глаз выращивать. Да. Поворогать там. Вот попали мне говорят. На какой глядь, объясните, на какой глядь ему нужен глаз. Я вам говорю, что есть ряда, такая фотография. Да есть, я же говорю, объяснение тысячи могу. Это самое дело, случайная фотография Солнца, там глаз. И причем три фотографии подряд. Я не могу объяснить. Может, тысяча вариантов я могу сказать. Что это на самом деле было. Но то, что это не глаз, так это точно однозначно. А что-то другое. То, что эти фотографии есть, я не сомневаюсь. То, что вы могли сфотографировать, не сомневаюсь. В мире чего только нет. Но называть это глазом, ну это просто, я говорю, наивно. Вот природное явление. Может, как ног в виде глаза смотрится. Да, поэтому... Алексей Васильевич, а что вы скажете о диктовках Маслова, которые сейчас вот в интернете там нонсируются? По поводу перехода вот как раз в декабре. Да сейчас многие говорят об этой теме. Я не знаком, не могу сказать, что имя. Ну вот сейчас от имени Всевышнего обещали. Да, можно. Ну это шизоферики, скорее всего. Просто серые народы они тоже видят и осознают, что очень много людей просыпаются и идут путем света. Для того, чтобы перехватить этот процесс, зачастую и появляются вот такие вот пророки, которые говорят о том же, но уводят людей в другом направлении. То есть это закономерный процесс, чтобы всегда такие были. Есть и вот, как Алексей Васильевич говорил, те козлы, которые баранов поведут в нужном направлении. Не было там обороны. Не, вокруг. И фотографии сделаны ведь через время. Я не могу сказать. Но вы сами поймите хоть бы, как взрослый человек, что это какое-то явление. Явление любви множества может всесторазличное быть. Это много, хватит. Но сказать, что у Солнца... Ну зачем семья не говорили? Возволье с нами. Нет, я просто объясняю, что наивно говорит, что у Солнца есть власть. Почему именно там может быть похоже на Орланд? Да. Это очень дальнестиво. Может, рефракции просто на нашей... Конечно, это линза можно отразить, или еще что-то. Да, тысячу вариантов этого. Раз уж про живую планету заговорили, мы человек, привнесенный хоть и полтора миллиарда лет, в эту часть его природе. Заменяют живое существо. Живое существо, которое мы всегда пытаемся любыми способами взаимодействия, элементы и так далее. Поподробнее, что такое, что-то земля живое существо, ее вдыхание, циклонность, циклонность, какое предназначение каждого элемента, или тяжесть, например, много споров, что такое земля? Ну, гной земли, что-то спорит. Гной, это доброе, как болезнь. Ну, когда заноза попала под кожу, она там загнилась, это доброе лицо? Ну, чтобы исторгнуть, необходимо, чтобы она там начала нарывать. А там люди, что-то получается, добро для планеты делают, что мы, ну, как отсасы нахлечим. Откачивают? Да все к лучшему. Главное, чтобы мы гновью себя не пачкали, потому что вот это вот все гной, все полимеры, это гной. Вот раньше, еще несколько десятков лет, у меня было безотходное хозяйство. У меня в хозяйстве не было отходов. Все утилизировалось. Ну, не было. А сейчас это караул, что творится. Я не успеваю там свалку свою сжигать. Потому что дряни, вот это, особенно полимеров, тематичная. Получается, что мы выкачиваем и тонким слоем в облега всей планете и умываемся этим гнойом. Можно я это немножечко разгрейлю в сумочку, чтобы про гной не разговаривать? Так как бы анекдот в тему. Рекламный сайт. Пластиковые стены, жалюзи на окна, полипропиленовые полы, пластиковые потолки подвесные, все что угодно, лишь бы побыстрее оказались ближе к Богу. Кровь планеты, это вода. Поэтому в Ведах написано, что мочиться воду, это все равно, что в кровь себе мочиться. То есть наши боги, все элементы относились к священным. И свято они почитали все пять стихий природы. А мы сейчас унитазы имеем, квартира. Это же преступление такое. Так что с нефтью лучше дела не иметь. Пусть демоны с ними имеют. Это их поприще. Там, где добывается нефть, все умирает, все живое. Но они, значит, добывают, но не используют. Вы поймите, что сейчас мы на самом деле из-за вот этих полимеров в основном производим отходы. Вы знаете, что на любой изделие, на любой продукт, что сейчас производится, это 9 вагонов отходов. На вагон продукции 9 вагонов отходов. В курсе об этом? Ну, кто экологией занимается? Ну, как правильно? Мы производим отходы на самом деле. Это глупость. Если дальше будет продолжаться, то мы будем все жить на свалке. Это вот все, что угодно. Вы посмотрите, что производится. На один вагон продукции 9 вагонов отходов производится. Поэтому нам нужна культура, а технократия нам не нужна. При культуре нету отходов. Мы питаемся у планеты молоком, а не грызем грудь. А мы сейчас грудь грызем. Не осталось ни зверей, ни птиц, ни лягушек. Все вытравили. Летают самолеты, вертолеты распыляют такую дрянь, что потом штаны не отстираешь. И по всему Кавказу это идет. А по всему миру. Но у нас уже птиц нету. Если раньше у меня на кормушку было около 16 видов птиц прилетало, то сейчас осталось мелочок. То есть по нескольким землярам и то не всех. В основном все вымерли. Вот вы давно лягушек слышали? Вот болотник лягушек. Смотрите. И по России везде нету лягушек. Вытравили все. Потому что вся эта дрянь попадает в воду. Ну и смотря то, что французы влезутся, французы свели. У нас французов, слава богу, там нету. Там лягушки исчезли. Я уже года два, лягушек исчезли. Остались только травяные в небольшом количестве, древесные, которые на деревьях живут, и жабы. И то немного. А вот болотные лягушки обычные, которые квакают, все вечера аж там воздух трясется. Сейчас ни одно и не слышно. И это везде, мне говорят, там вот хомарья навала везде стало. А лягушки нет. То есть у меня знакомый вертолет МЧС пролетел, и, говорит, у него пасека, крыши плоские, и выпали зеленоватые кристаллы. И пока там ветром не сдуло, даже дождем не смыло, говорит, я целопановый кулечек эти кристаллики пособирал. Походил по пасеке, набрал из-за какого-то количества, отнес к своим знакомым в лабораторию, попросил узнать, что это такое, не говоря, что это. Когда, говорит, пришел за анализом, ну, чтобы анализ сделать, что это такое, у него такие глаза у всех, ты где-то взял, тебя посадят. Это страшнее цианида. Что это такое? Травлы, травлы. И вот это по всему миру сейчас происходит. Вот видели, вот самолеты пролетают, вот раньше инверсионный свет, керосин сжигали. Сейчас прям видно, что оттуда прям выпадает что-то в осадок. У меня знакомые ходили, ну, они механики, наверное, в аэропорту, туда никого посторонних не пускают. Говорит, мы специально лазили и находили емкости, установленные системой распыления. То есть это нету ни чертифах, ни где. Специально устанавливается, даже на пассажирских самолетах до распыления. Ну, вот-то нет видно было. Никы даже. Да, это по всему миру. А вот у нас, я же вису, живу, я же знаю. У нас есть и раньше зверья балом было. Вокруг меня там кабаны, медведи, от огорода были. Ничего нету. Птиц не осталось. Я в этом году ни одного филина не слышал. Соя, штуки, может, 3-4, осталось. Дроздов только одна семья осталась. Ну, мелочевка еще какая-то. А вот крупных птиц все, нету. Кукушку я ни разу в этом году не слышал. Здравомыслие проявлять, потому что это мы своими руками пьем суп. Кто кнопку нажимает на это разрыв? Да, русские люди нажимают. Так же? Потому что на самом дне не сидят. Проявляли бы здравомыслие, они бы этим дебаном зашиворот бы это все бы сопротивляли. я вот во всех беседе вот наши зрители и все бы не понял одного, видимо, самого главного длина. Хорошо, у нас появится здравомыслие. Замечательно. Мы там кого-то научим. Ну, ладно, процентов 10 страны мы научим этому здравомыслию. И что? Вот при том, что нас здесь осталось мало, при том, что власти сидят хрен по мне кто, нам каким образом дадут это развить? Вон в Одноклассниках я зашел в одну руку, там типа боремся за национальное единство. Там у них чистая вода эти чуть ли не гопники, там чуть ли не скинхеды эти расславят вот это единство-единство, давайте пойдем бить узбеков, там чеченцев и всех прочих. Просто для разжигания международной розни люди, которые там у них появятся здравомыслия, им нужно куда-то идти и даже вот тем, что ну соберется группа какая-то, что, каким образом можно воздействовать вообще на весь наш политический строй сформирован, на все вот это вот болото, которое вокруг есть, крутится. А мы чем занимаемся? Вот если каждый из вас пойдет своих друзей, знакомых, там, родичей, объяснит выгоду здравомыслия, что пойдет? Вот и пойдет цепная реакция. Ты слышал о том, что официально ученые заявили, что найден ген духовности? Слышал об этом? Кто слышал об этом? Другие слышали? То есть никакого геноводуховности на самом деле нет. Они назвали это явление, это заметил по статистике, что если человек этическо-нравственно развивается, то попав в экстремальную ситуацию, он выживает. А человек безвздравственный в этих же условиях погибает. И вот это они назвали геном духовности. Это факт научный. А мы все знаем, что если человек развивается духовно, у него проявляются синхронистические способности. Все же об этом знают. Приезжает он, ученый, в Чернобыль, с бабки, там все, радиация на кругу. Вода радиоактивная, вся радиоактивная, у него там коза, город, сад, проверили, все радиоактивное. Она это ест, пьет. Она говорит, бабка, как ты тут живешь? Проверили щитовидку, никакой радиации нет. Не влияет на бабку. Бабка, объясни, как ты тут живешь? Она говорит, ну как? Утро стану, Богу помолюсь, да и роблю целый день. Спать ложусь, а кай Богу помолюсь. Она говорит, бабка, вот на тебе пшеничку, зерна, помолись за нее. Бабка берет, молится. Видели, передачи по телевизору были, в газете печатали, статьи, сфотографики. Помолилась за пшеничку, отдает ученым. Ученые эту пшеницу подвергают смертельные дожди облучения, и контрольная группа с того же мешка, за которую бабка не молилась, вот она погибает, а это проросает, как ни в чем не бывало. Вот это и произойдет. То есть, то, что твари говорят, останется золотой миллиард, я полностью залагаю. Как я останется? Золотой миллиард точно останется. Только золотой миллиард, это не у тех, которые золото, а у которых аура золотая. Вот они и выживут. Что их требовалось доказать? Я двумя руками за. Так оно и будет, и по-другому быть просто не может. Так о чем беспокоимся? Вот мы этим и занимаемся, сами просветляемся, чтобы у нас аура соответствующая была. Вот это золотой миллиард и войдет. Все просто. Ясно. А катаклизмы такие глобального масштаба, как вот именно, подними, с техними, да? Опять, какую действительность попадаем. Если карты в интернете, если уровень мирового океана на 10 метров поднимется, и показаны зоны затопления. Если на 20 поднимется, то если на 50, если на 100, если на 200, все карты опубликованы. Да, вот это хорошо и показано. А мы сидим и опять сопли жуем. Не, чтобы на пол посадить виновных. И каждый поток будет для каждого. А почему вообще вот не нужно на регионах так раз в частях не будет? Потому что в планы масонов у них входит какая программа? Разделяй и властвуй. Поэтому они взращивают христиан и взращивают ислам. Чтобы потом убами столкнут. А в основном это с Кавказа все пойдет. То есть это детонатор до всей России готовится. То есть уже Краснодарский край это как уже совершенно отдельная территория. Они все это готовятся. Например, в Ставропольском крае, в Ростовской области продажа пороха разрешена. В Краснодарском крае уже давно запретили порох продавать. Курсия об этом. Чтобы партизан не было. Все тропы, все дороги, которые в горы ведут, все видеокамеры с датчиками на движение перехватываются. Стоит только сунуться, особенно кому пряжет группы. Сразу группа захвата. Рызом земли, кто такие, что-то делаете. То есть вот этот примитивный духовный рост, он за счет того, что будет очень много трудностей, да? Да, потому что все остается с Кавказа. То есть они развяжут войну. Вы знаете, что Израиль готовит ядерный удар по Ирану. Значит, оттуда беженцы выйдут, бегут в Азербайджан, с Азербайджана по всему Кавказу. И они будут пытаться отделиться от России. Ну, как отделили Украину, Белоруссию, Прибалтику, Приднестровье, там, Среднюю Азию. Очередь теперь за Кавказом. То есть в Москве сейчас живет человек, если не знаю, можно ли его человеком назвать, который ответственный был за все цветные революции. И вот он сейчас работает на отделении именно Кавказа от России. Уже и в Штатах, и в Турции выпущены карты, где граница Единой Исламской империи под руководством Турции проходит аж под Воронежем. Вот они на эту территорию. Это граница Казарского команата. Выпущены карты. Поэтому, когда Россия якобы не разрешит отделяться, то тогда Турция вводит сюда уже армию в 2014 году примерно. Ну, это плюс-минус. Я говорю, это той действительности, куда мы попадем. По-прямому это в 2013 году. Ну, по крайней мере, в Генштабе эта программа разрабатывается. Некометентные люди рассказывали об этом. То есть сценарий этот. Отрагирует. Их допускают под Ростовом, под Ростовом останавливают и взрывают Черное море. Таким образом, мировое правительство трех зайцев убивает. Уничтожается турецкая армия, потому что это самая сильная исламская армия в мире. Они ее боятся. Ну, в курсе, почему они ислам боятся. Так же? Во-вторых, уничтожается очень много русских людей, патриотов, потому что их в первую очередь будут призывать в армию и кидать вперед на мин и ордена потом. То есть подставлять будут специально. Ну, и третья задача, которую они поддерживают. Они стрелки просто переводят. То мы могли бы на них стрелки перевезти, а то, опять же, война им необходима. Вот всегда, когда был кризис, всегда организовали войны. Хоть первую мировую войну, хоть вторую мировую войну. Какая основная причина? Стрелки перевезти, чтобы люди не стали их уничтожать. Так же? Так что у них планы такие есть. Так что, скорее всего, мы в какую-то действительно попадем, где-то какой-то примерно такой сценарий будет. А что значит зажать черный море? Ну, сероводородом. Вы что, не помните, как синее море синичка спичками зажгла? Уже море горело, а по 100 по 200 метрам фронтуберанца напротив Крыма море горело. Все это засекретили. Скорость подъема сероводорода 2 метра в год. В некоторых местах все живой воды меньше 20 метров. Поэтому специально почему начали Олимпиаду, а то ведь якобы в Сочи. Американцы в Сочи даже на карту не наносят. Потому что они со спутников нашли напротив Сочи работающий подводный вулкан. Там громадный разлом земной коры идет. Но если пока не смотрели, вот Которское ущелье, там где у всех крышу сносят, постоянно конфликты. Так же? Вот вы посмотрите, и она, вот если Черноморожное побережье вот так идет, то это вот такой разлом идет. И как раз напротив Сочи очень большие глубины. Туда если трубопроводы проваливаются, их даже не достают. У нас нет техники с таких глубин достать. И вот в этом разломе они обнаружили подводный вулкан. Мне местные рассказывали, специально какие-то иностранные корабли постоянно туда подходят, что-то бурят, что-то там делают. После этого оползни происходит, там железную дорогу там сносят у них постоянно. Ну то есть там ажиотаж какой-то идет в этих глубинах. Может быть они подстраховываются, где-то там ядерные заряды может стимулировать этот вулкан. Короче, это будет детонатор для всего Черного моря. То есть работает он, произойдет иниверсия, то есть коридонные слои, насыщенные сероводородом, выходят на поверхность, и там любую искру, спичку туда кинуть, акуров, молнию, и в радиусе 100 километров вокруг Черного моря все живое будет уничтожено. Об этом ученые давно говорят. Даже в свое время еще при советской власти был конкурс объявлен по спасению Черного моря. Значит, конкурс это печатался в технике молодежи еще помню, в журнале. Разные там, тем более дебильные проекты, тем больше их там печатали в журнале. Но самый простой проект был осуществлен этапом Утриш. Слышали? Супо и Утриш. Там есть единственное устричное хозяйство на Черноморском побережье. Курси этого? То есть там самая чистая вода. То есть что они сделали? Очень просто. Я как бы с детства подводным спортом занимался, а раньше в Утрише собирались все подводники. Это москвичи из Харькова. Там центр такой был, кто подводным спортом занимался. Это сейчас там уже Турью поехало в караул. А раньше чистое место очень хорошее было. И я туда постоянно ездил. И я даже приезжаю и смотрю, мне показалось, что дельфин забыл. Ой, это кит забыл. Просто из моря вылетает как у кита. Видели вот такой столб воды? Я думаю, как? Да нету китов в Черном море и быть не может. Ну не может быть. Думаешь, а что же это такое? Я бинокль заставал, начал рассматривать. Значит, что они сделали? Просто берут трубу длинную такую, чтобы до придонных слоев доходило. Приваривают ее поплавок, делают из толстой трубы, ну кольцом, бубликом сваривают, поплавок такой делают. В ней трубу вертикально приваривают и на трос, на яркой. В результате волнения что происходит? Вода подсасывается, наверх пошла, подсосалась вода назад. Я тут прям, я не знаю, ну метров, наверное, на 12 столб воды такой. И все, она пьяная, это сероводород сразу спеню. Это как бутылка с шампанским. В результате панфон развивается, в результате рыбы много, вода очищается, они устроечное хозяйство делали. Когда уже поняли, что таким образом можно спасти Черное море, сразу этот проект был запрещен. стратегическая задача, взорвать Черное море. И тут же это все было прикрыто. Пошли рампаны рампаны, которые не сажаются. А сейчас сколько лет последнего езжу на море, как только штормит, сразу дохлые рыбы на поверхности, навала. Местные уже, кто пораньше встает, крупнячок забирает, потому что ночью обычно штормит. больше спит, помельче, а потом уже отдыхающий мир собирают на жареху, и что на рынок таскают там. Вот это сероводород выходит. То есть в глубине жизни нет в Черном море. Это кто занимается дайвом, они знают. Это только на шейфе жизнь ест. А дальше все, сероводород. И он поднимается все быстрее и быстрее. А про подводный мир вы начали, про рептилоидов что-нибудь можете как-то прокомментировать? Ну, там зеленые живут, живут в подземных базах, а там зеленые живут. А под Черным морем, я знаю, там есть гигантские пустоты, там живут эти сатиры, фауны, вот эти вот существа. Выход это в районе Туапсе у них и в районе Анафы. Есть свидетели, которые были в этих пустотах, видели этих существ. Ну, у нас же в легендах, блинах, ну, в Эрмитаж поедет, в натуральную величину эти существа изображаются. С острыми ушами, ноги козриные в обратную сторону, ну, что там. Вот так подставлю, Считай на работе, да? Красно, духи, все. Работа называется рождение девы и витязя и огонь зажигающий сердца. Пусть это работает, правильно? В этом пространстве и все под симптом. Ну, что? Кроме? Вопросов нет? Про подземная земля полная нет? Нет, пустоты есть, а про полную землю теорию много слышал, но в видах подтверждений не нашел. А теории я всяких много читал. Скорее всего, нет. Почти все планеты имеют пустоты много. Пустоты тартар как я называю. Да, пустот очень много, колоссальных пустот, но то, что там у них какое-то центральное солнце, если они на поверхности внутренней коры земной живут, это теория, скорее всего, это не так. Они-то не пострадают? Что? Они не пострадают от взрыва. А им-то что? Сера водорода меньше и хорошо. Они же тоже кислородом дышат. Потом Черное море чисто с собой, если как на коробке. Разрешите поблагодарить Алексея Васильевича за это. Атанцию всем до завтра.